Суслов продолжал свою парольскую практику и я спазался тем, что я требовал от волонтеров, что Суслову не давали микрофон на вопросы, никакого разница. Но все равно, если я выберу вопросы, то я не понял, откуда взялись человеческие войски Денисовой пещеры, потому что этот Пилипенко говорил о чем угодно, а об этом он не говорил никогда. Вот мы так и не знали. Вот. Теперь я знаю откуда в этих языках и так далее. Значит, теперь мы продолжаем наше с вами заседание. Мы с вами уже сто раз говорили про родительского хозяйства, но в основном, или даже практически исключительно, мы говорили с аразийской стороны. Хозяйку тоже, ну, вообще говоря, не рассматривали. Вот сегодня наш гость, который сейчас представит Юра, насчет, оно нам расскажет в хозяйственную сторону. Юра, представьте гость. Да, ну, значит, у нас сегодня в гостях паразитолог-эктомолог, старший научный сотрудник Тюменского и Томского учреждения, такая двойная афиляция. Область научных интересов, уже узкая область интересов, это эктопаразиты рукокрылых. Ну, во-первых, это паразитов и так вроде, ну, у нас немного, да, у кого-то много, но не так много вроде, не знаю, а про рукокрылых так и тем более. В общем, все эти области, одна узкая, одна узкая, одна узкая. Вот пора. Маша, спасибо, что приедете. Добрый день, уважаемые коллеги, для меня честь выступать в вашем институте, я очень признательна организатором за эту возможность. Доклад мой посвящен паразитохозяйным отношениям и, прежде всего, тем параметрам хозяев, которые, собственно, будут обусловливать зараженность, поскольку, ну, не секрет, в научном сообществе специалистов по хозяевам, в принципе, больше, чем паразитологов, поэтому в значительной степени будет интересовать специалистов именно та информация, которую паразит может предоставить о хозяине. Вот как эту информацию при необходимости корректно интерпретировать, мало ли как жизнь сложится, может быть, и вам придется этим заниматься. Я примерно в двух словах сегодня по возможности обрисую. Ну, вообще не секрет, что отношение к паразитам, ну, в том числе и в научном сообществе, такое достаточно негативное, чтобы не сказать брезгливое. Между тем, паразитологические исследования набирают актуальность в последнее время, меня как специалист это вообще очень радует. И косвенным подтверждением этому являются три Нобелевские премии в недавнем прошлом, врученные именно за паразитологические исследования. И целый ряд появившихся в недавнее время очень интересных и нетривиальных прикладных трендов, ну, в частности, возможности получения, например, из слюны эктопаразитов противовоспалительных веществ, либо вот совсем оригинальный способ из разряда судебно-медицинской энтомологии, предложенный японскими специалистами, когда выяснилось, что параметры крови, по которым можно идентифицировать человека, в принципе, в желудке комара сохраняются, ну, в течение еще ближайших почти двух суток, что дает возможность, собственно, на месте преступления комаров собрать и точно идентифицировать, кто вообще на этом месте преступления был. Значит, между тем, сегодня мы будем говорить, я сразу просто сужу немножко спектр, мы говорить будем преимущественно про эктопаразитов в теплокровных позвоночных, в принципе, многие позиции будут актуальны и для эндопаразитов. И изучать мы будем зараженность в качественном и количественном отношении, ну, и начнем с качественных аспектов. Значит, в целом, вроде как здесь очень многие аспекты, наверное, понятны еще по университетским каким-то воспоминаниям. Поэтому паразит и хозяин, если мы говорим о постоянных паразитах, имеют общую эволюционную историю. Это не я придумала, это правило Фаренгольца, многие из вас, наверное, его помнят. И, соответственно, действительно филогенетические древа хозяина и паразита вроде как должны друг друга зеркалить. Тут вот несколько аспектов. Значит, кстати, правило Фаренгольца вторит правило Шедата, о том, что чем архаичнее хозяин, тем, значит, на нем и паразиты древнее. И на эту тему вспоминается чудесная статья про паразитов Латимерии, у которых действительно был найден анизокиды, причем эндопаразиты. И у них был найден действительно ряд целых, целый ряд достаточно интересных архаичных признаков. Это все, да. Значит, вернемся все-таки к правилу Фаренгольца. Вот тут, почему я на нем акцентирую внимание. В последнее время нередко попадаются статьи, в которых объясняются, ну, скажем так, авторы понимают таким образом, что филогения хозяина вообще наше все. То есть она определяет вот до такой степени все у паразита, включая там вот некоторые численные параметры зараженности. Вот это не совсем так, и сейчас мы будем разбирать, почему. Значит, во-первых, Фаренгольц свое правило писал для постоянных паразитов. Это первое, что надо понимать. Значит, и второе следствие, собственно, из первого, передача паразитов осуществляется только в ходе контакта body-to-body. И реализуется данный контакт в случаях родителей потомства и сексуальные партнеры. Все бы здесь ничего. Но, к сожалению, это не исчерпывающий список контактов body-to-body. Значит, не упоминается контакт, значит, хищник-жертва. Как-то Фаренгольц на нем сильно не акцентировался. И мы еще сегодня о нем будем говорить. Он тоже вносит, собственно говоря, уже искажение вот в эту вот красивую конкурентность деревьев. И еще один тонкий пункт. Всегда о нем помните, если вот доведется работать с подобными данными. Да, постоянный паразит вне тела хозяина действительно погибает довольно быстро, но там существует определенный временной люфт. Люфт этот составляет в районе где-то 4-5 часов, там плюс-минус для разных паразитов. И если имеет место совместное использование убежищ, то весьма вероятно, что этого люфта вполне хватит для того, чтобы попасть на нового несвойственного хозяина в этом убежище, тоже, в общем-то, случайно оказавшегося. Тем не менее, поговорим сейчас все-таки об успешных реконструкциях с использованием молекулярно-генетических данных по паразитам. Собственно, вообще на сегодняшний день молекулярщики правила Фаренгольца трактуют именно в таком аспекте, что ряд молекулярно-генетических данных паразита способен достроить, соответственно, филогенетическое древо хозяина. При необходимости мы поговорим об успешных филогеографических реконструкциях. Вот одна из таких наиболее удачных, это пример как раз с летучими мышами и паразитами. Имеются два вида ночниц, большая, обитающая в Европейской части Средиземноморья, и магрибская ночница, обитающая в Северной Африке. На них паразитирует один олигоксенный паразит, пентурник смеоти. Это, в принципе, паразит ночниц. Что характерно, на сегодняшний день только магрибская ночница обнаружена на островах Сардиния и Корсика. Между тем, при сопоставлении филогенетических деревьев было обнаружено, что вот на этой магрибской ночнице на данных островах гаплотип паразита идентичен гаплотипу на большой ночнице из Европы, из чего авторы делали вывод, что, собственно, именно большая ночница изначально эти острова заселяла, именно она принесла, собственно, этого паразита на данную территорию, но была вытеснена, вероятно, экологически более адаптивной магрибской ночницей, а паразит, будучи олигоксенным, соответственно, освоил нового хозяина. Ну, действительно, данную информацию о таких перемещениях большой ночницы, исследуя генетику самого хозяина, мы бы, в общем-то, не получили. Второй момент, кстати, как раз по эндопаразитам похожего формата, дикростоник скопытный лемминг образует две клады, полиарктическую дикростоник старкватус и неарктическую дикростоник сменландикус, но его специфичная цистода рода параноплацефала также формирует две клады, и, в принципе, так мы видим, действительно, деревья вполне себе зеркально конгруентны, когда бы ни одно «но». Значит, есть образцы с острова Врангеля, причем они принадлежат, хозяин принадлежит не арктической кладе, а паразиты на нем полиарктические. Значит, авторами из данного, ну, еще там некоторых фактов делался вывод, что Северная Америка заселялась через берингию дикростониксом из Старого Света несколько раз, неоднократно, и, собственно, именно берингия выступала вероятным рефубиумом, где пережидались периоды оледенений, и, собственно, именно там, видимо, представитель уже новой неарктической клады заразился полиарктическим паразитом. Вероятно, как-то так. Значит, следующий момент, ну, это уже из-за резерта таких веселых историй. Китлер с авторами обратили внимание на неожиданное совпадение дат, времени, точнее, говорят, это точная дать, конечно, говорить нельзя, разделение человеческой вши на два подвида, головной и плотиной, и временем покидания карманьонцам Африки. Предположительно, ну, по мнению данных авторов, совпадают они не просто так. Дело в том, что покинув более климатически комфортные условия и попав в менее комфортные, человек вынужден был носить одежду. Одежда прервала контакт между популяциями вши и привела к ее разделению на два подвида. Вот так вот бывает. Значит, это все, да, это все замечательно и красиво, кабы ни один момент. Стреглинг. Стреглинг представляет собой случайный перенос паразита на ему несвойственного хозяина. Как ни странно, на сегодняшний день не очень много работ, вот, собственно, три наиболее крупных, которые мне удалось найти, значит, что касается Хопкинса, собственно, Хопкинс, известный эктопаразитолог, впервые этот термин вообще Стреглинг предложил, и надо отдать должное. Предложить предложил, а сам не очень верил, и так в своей статье довольно скептически вообще к этому всему отнесся, ограничившись такой очень осторожной фразой, что, ну, скорее всего, явление Стреглинга вызвано, допустим, тем, что тушки лежали в одном ящике, сам-то он имел дело нередко и с тушками, там, и зоопарковским материалом, соответственно, в зоопарке сидели, допустим, в соседних вольерах особей, и вот этим вызваны, значит, соответственно, какие-то такие случайные переносы, а в природе это, наверное, нет, но каждый случай должен расследоваться. Дальше, уже спустя много лет после Хопкинса, имеется достаточно развернутая, интересная статья Лая Шароши, и вот в 2004-м выходит замечательная статья Уайтмана, вот она как раз по поводу контакта хищник-жертва, значит, в ней описывается случай успешного Стреглинга и заселения неродственного хозяина, смысл такой, что там Галапагосский конюк, он охотится на Галапагосских же голубей, и два вида Галапагосских голубей успешно конюка осваивают как нового хозяина, и сегодняшние находки, которые имеются, уже присутствуют в таком количестве, что случайные заносы не исключают. То есть, собственно, представители совершенно другого неродственного отряда успешно в круг хозяев был включен. Значит, вообще в большинстве сегодняшних статей факты каких-то вот случайных, несвойственных, удивительных находок традиционно, ну либо вовсе игнорируются, либо упоминаются, но сильно не комментируются, а в учебниках по паразитологии до сих пор вы можете встретить такие фразы, что попадание на несвойственного хозяина однозначно приведет к гибели, и никаких вообще тут вариантов быть не может. А между тем, если мы возьмем эволюцию только человека как вида, мы обнаружим здесь несколько вполне себе успешных стреглингов, из которых вот наиболее интересными будут и наиболее отдаленно родственными. Включение, например, человека в спектр хозяев ленточных червей наравне с хищными. И тут вот замечательный пример. Появление на человеке постельного клопа галима и сдержки совместного обитания с рукокрылыми на начальных этапах его истории, то есть это совместное использование пещер. Правда, сразу оговорюсь, клопы все-таки, родцимикс это у нас временные паразиты, ну и соответственно, сами представляете эту ситуацию, висят летучие мыши, с них падают клопы, падают на человека, ну и рано или поздно человек становится хозяином, и вот появляется постельный клоп. Ну, кстати, специфичные клопы летучих мышей цимикс пепистреллюс, вообще-то известны тоже случаи нападения на человека. Так что вот, следующий тоже такой достаточно известный пример, очень долго вопрос о родстве фламинго, кому они более родственны гусеобразным, либо аистообразным, решался в пользу гусеобразных на основании вот как раз паразитологических данных, поскольку из четырех родов специфичных пухоедов, один имел, один генералист с широким спектром хозяев, а три были общими с гусеобразными. Между тем, первый же молекулярно-генетический анализ подтвердил родство фламинго и аистообразных. А вот эти вот три товарища оказались издержками совместного обитания и использования одних и тех же биотопов. Как ни парадоксально. Еще один замечательный пример. Значит, разноклевая гуя. Некогда эндемик Новой Зеландии, но не перенесла второжение туда человека и сопутствующие ему фауны. Последние встречи с нею датированы началом 20 века, но и с тех пор, в общем-то, она считается вымершей. Содержится в виде нескольких чучел в музеях. Даберт и Альберти в музее университета Граффсфальда из одного пера, вот такого вот чучела, смогли получить перьевого клещика, описать его. И что характерно, вот этот вот рот, кора циакарус, он вообще-то свойственен кукушкообразным, вовсе не воробьинообразным, которому принадлежит сама гуя. Объяснить данный факт довольно сложно, поскольку перьевые клещики очень узкоспециализированы. Можно только догадываться о каких-то, опять же, контактах в совместно используемых убежищах. И, собственно, на сегодняшний день это вот единственные данные по экологии этого вида, поскольку больше мы про него ничего не знаем и уже не узнаем. Так, возникает вопрос, что будет способствовать стреглингу, какие факторы будут вообще способствовать подобным переносам. Значит, прежде всего, это сокращение численности хозяина. Как только численность падает ниже некой необходимой для поддержания популяции паразита, специфичный паразит вымирает, и вакантная экологическая ниша, собственно говоря, она становится привлекательной для несвойственных паразитов, что, в общем-то, в природе можно наблюдать. Ну вот, в частности, если вспомнить выдру, она прошла через бутылочное горло во второй половине 20-го века, я имею в виду британские острова, территорию, у нее эта численность восстановилась в итоге практически, но вот это вот прохождение через этап очень низкой численности привело к вымиранию ее специфической вши, лютридиексилис, которую, собственно, с 80-го года более никто не наблюдал, и можно не сомневаться, что на сегодняшний день на ней можно обнаружить вшей, ну, например, и скорее всего, грызунов, на которых, среди прочего, выдра тоже охотится временами. То же самое с пухоедами, например, калифорнийского кондора, там осталось их, по-моему, около 200 особей, и опять же, пухоедов их уже тоже давно никто не наблюдает, и даже если численность восстановится, ну, уже данный вид, вероятно, безвозвратно потерян. Это вообще к вопросу необходимости, кстати, охраны паразитов, но это отдельная тема, вообще отдельного доклада мы ее сейчас поднимать не будем. Значит, это что касалось качественных аспектов, ну, и поговорим мы сейчас о количественных. Значит, здесь эта часть доклада у меня построена таким образом, я рассказываю, что имеется в литературе и как это реализуется конкретно на моей группе эктопаразиты рукокрылых. Значит, чем интересны в данном случае и полезны нам именно эктопаразиты летучих мышей, на них очень много специфичных групп, ненаблюдаемых у других хозяев. Значит, это большинство из них постоянные, либо стремящиеся к таковым. Значит, это гамазовые клещи двух семей с пентурницидом, акронисидом, кровососущие мухи бескрылые и блохи. Значит, ну, поехали по факторам, какие факторы тут могут и как участвовать. Значит, небольшой филогенетический аспект. Существует правило Эйхлера. Чем больше видов насчитывает группа хозяев, тем больше паразитов на этой группе кормится. Актуально для летучих мышей? Да, абсолютно. В Полиарктике вообще имеется перекос. В Полиарктике обитает четыре семейства летучих мышей. При этом одно из них, гладконосые, насчитывает наибольшее количество видов, меньше подковоносые и совсем единично представленные там длиннокрыловые и бульдоговые. В семействе гладконосые опять имеется перекос. То есть, есть род Меотис, самый древний с большим количеством видов, это ночницы. И, соответственно, остальные там ушаны, кожанки и так далее уже насчитывают существенно меньшее количество видов. И что мы видим, какую раскладку по количеству специфичных паразитов, вот этот вот перекос в сторону ночницы, он, собственно, у нас тут чудесно так и наблюдается. Это все да. Следующий момент. Размер тела и упитанность хозяина. Значит, вообще по литературным данным существует прямая зависимость между размерами тела и между зараженностью. И внутри, соответственно, видов одного рода, если они имеют какую-то размерную градацию, собственно, точно такая же градация будет наблюдаться и в зараженности. Актуально ли это для рукокрылых? Да, для ночницы очень даже актуально. Там имеется достаточное количество видов, чтобы эту градацию отследить. Вот мы видим, что если взять зараженность, например, специфичным клещом рода спинторникс, он паразитирует на крыловой перепонке. Собственно, лучевая кость, определяющая размер крыла, вот она, ее длина здесь представлена. По сути своей она определяет то пространство, на котором вид может паразитировать и с ней действительно зависимость прямая, ну и как следует, как следствие с массой тела тоже. То есть чем крупнее представители, чем крупнее род ночницы, тем, соответственно, чем крупнее его представители, тем более они высоко заражены. Это все так. Что касается упитанности, неоднозначно, большинство данных касается все-таки временных паразитов. И для временных паразитов как раз показано, что чем менее упитан хозяин, тем меньше он имеет каких-то ресурсов защиты, антипаразитарной в том числе, и поэтому, в общем-то, паразитами он любим. Между тем, для постоянных паразитов, в том числе летучих мышей, есть информация о положительной взаимосвязи. Чем более упитан хозяин, тем, соответственно, более он заражен. Но вообще себя, конечно, сложно поставить на место членистоногого. Все-таки, вот с моей точки зрения, действительно, на ком приятнее всю жизнь паразитировать. Конечно, на упитанном плотном хозяине не вопрос даже. Следующие моменты. Физиология, иммунный статус, пол, возраст и тому подобное. Что касается иммунного статуса, вообще да, паразиты гематофагии имеют тенденцию предпочитать хозяев с более низким иммунным статусом. И это определяет, в свою очередь, более высокую зараженность некоторых полувозрастных групп. Касаться это будет, прежде всего, новорожденных особей. Но это не единственная причина, на самом деле, их более высокой зараженности. Мы об этом еще поговорим. И второй момент. После того, как в клетках иммунной системы были обнаружены рецепторы к половым гормонам, это изменило вообще представление о эндокринном взаимодействии и зараженности различных полов. Вот вопрос. Давайте поставим на голосование. Какой пол будет выше заражен? Самки или самцы? Кого больше любят паразиты? Кто за самцов? Ага. А кто за самок? За самок большинство. А между тем, большинство паразитов предпочитают самцов. Действительно, для большинства видов описано именно такое предпочтение. И объяснение довольно здесь однозначное. Высокий уровень тестостерона имеет иммуносупрессивный эффект, что вызывает более высокую зараженность. Есть даже данные по вызванной этим гибели самцов в определенных возрастных категориях. Данная зависимость показана для многих видов грызунов, для многих видов копытных. Ну или, например, бывают вполне такие забавные примеры касательно как раз северного оленя. У него от уровня тестостерона, в свою очередь, зависит размер особи и положение в социальной иерархии, статус. И получается, что чем выше уровень тестостерона, тем крупнее особь, тем она соответственно статуснее, и тем она выше заражена личинками оленевого овода. Прямая зависимость. Что же касается самок, здесь неоднозначно имеются достаточно противоречивые на сегодняшний день данные, что прогастерон, с одной стороны, может иметь и иммуносупрессивный эффект и обусловливать более высокую зараженность беременных самок, например. И с другой стороны, есть лабораторные данные по их резистентности, на самом деле, к ряду паразитарных инвазий, поэтому, ну, тут, что называется, требуются дальнейшие исследования. Что касается летучих мышей, вот тут вот мы исключением из общего правила. Паразиты однозначно предпочитают самок, причем это очень заметно для, выражено для всех практически групп. И еще здесь вот хочу сделать одно отступление. На самом деле, обусловливающий это иммунологический механизм, видимо, не единственный. Не могу не сказать о прямом влиянии половых гормонов хозяина на репродукцию паразита. Дело в том, что если паразит гематофак, естественно, получается, что он потребляет кровь с высоким содержанием стероидных гормонов. Тут тонкость, где зоны – это стероидные гормоны членистоногих, которые обусловливают рост, линьку, яйцепродукцию и так далее. И, соответственно, поскольку они тоже стероиды, механизм метаболизма, он не такой сложный. И потребляя кровь с высоким содержанием стероидов, получается, что членистонога их метаболизирует в свои собственные гдезоны, что стимулирует, опять же, процессы роста, размножения и так далее. И в итоге это все приходит к синхронизации жизненных циклов хозяина и паразита. Да, у рукокрылых она наблюдается для большинства в той или иной степени. То есть, допустим, какой-то из периодов размножения синхронизирован обязательно с размножением хозяина, но второй может наблюдаться в другое время. Ну, хотя бы один обязательно синхронизирован. Значит, ну, посмотрим, как это конкретно будет выражаться. Ну, для семейства спентурницеда показана полная синхронизация жизненных циклов, пик численности паразита, ну, пик зараженности приходится на период лактации. Ко времени расформирования колонии и перемещения в зимнее убежище зараженность существенно падает и становится примерно равной у всех полувозрастных групп. Здесь мы видим, что высокая зараженность наблюдается у самок и у детенышей, действительно. Для семейства макронизида, для рода макронисус, показан период лактации, соответственно, мы видим, насколько выше заражены лактирующие самки и сигалетки, значит, насколько они заражены выше самцов. Значит, макронизида рода стеатонисус. Ситуация примерно та же, несколько сдвинут пик, он приходится здесь на постлактацию, в это время детеныши уже встают на крыло и далее зараженность опять же падает и становится невысокой для всех полувозрастных групп. Кровососущие мухи. Значит, для восточной ночницы показана несколько более высокая зараженность самок, тремя видами кровососок, и максимум этой разницы приходится на период беременности. Пара, прудовая ночница и специфичная кровососка пенициллидия моноцерос. Вот модель, учитывающая пол, оказывается более адекватной, чем модель не учитывающая. Красная линия – это самки, синяя линия – самцы. Та же самая ситуация, предпочтение отдается самкам. И блоха, медапсилитризелис, хозяин тот же прудовая ночница, пик численности опять же синхронизирован с периодом размножения, период лактации и постлактации. Нижний рисунок сейчас более крупно покажу. Здесь, что характерно, самой высокой зараженностью характеризуются лактирующие самки. Между сигалетками и взрослыми значимой разницы не обнаружено. Вот и так бывает. Некоторые поведенческие аспекты хозяина тоже будут влиять на его зараженность. Здесь ситуация такая. В целом поведенческие механизмы можно разделить на две группы. Либо способствующие заражению, либо наоборот ему препятствующие. Что касается поведения, способствующего заражению, то здесь однозначно скученность формирования каких-то крупных колоний ведет к большей зараженности. И к рукокрылам это будет очень применимо, поскольку им свойственно формировать колонии, вплоть до того, что в зимний период, например, наблюдается коллективная терморегуляция, когда вот такая вот гибернакула, она не просто так, а действительно мыши в ней формируют определенную температуру и, по сути, греются таким образом. И, соответственно, можно предположить наличие каких-то антипаразитарных, опять же, поведенческих механизмов, которые бы вот все это безобразие, как-то всему бы этому безобразию противостояли. Значит, в целом форм антипаразитарного поведения выделяют пять. Это вообще для всех животных. Это выбор партнера для спаривания, избегание зараженных групп сородичей, чистка гнезд, груминг, частая смена убежищ. Рукокрылым из этой группы свойственны три аспекта. Это избегание зараженных групп сородичей. И это выражено в половой сегрегации, то есть в летний период. Вот как раз, когда мы посмотрели, что происходит синхронизация размножения у паразита и хозяина, самки с детенышами, как наиболее зараженные представители, держатся отдельно, формируют так называемую нёзрин колони, вводковую колонию. Самцы в этих колониях практически не замечены. Они формируют самостоятельную бэчелор колони. И на протяжении всего летнего периода они держатся отдельно. Что, собственно, не в последнюю очередь способствует их более низкой зараженности. Груминг. Вот по поводу груминга, как раз возвращаемся к аспекту высокой зараженности новорожденных. У новорожденных детенышей груминг несовершенен. И, соответственно, просто себя банально паразитов чёсывать. Они не в состоянии первое время, но по мере того, как они встают на крыло, этот процесс совершенствуется, выполняется ими всё лучше. И не в последнюю очередь это тоже способствует тому, что, как мы видели в период перемещения к зимним убежищам, уже зараженность невысокая и у них тоже. Частая смена убежищ. Тут неоднозначно. Вообще сама по себе смена убежищ должна ломать цикл тех эктопаразитов, у которых при иммагинальной стадии развиваются вне тела хозяина. Это в частности кровососки, это блохи. Действительно, данная стратегия успешна и она реализуется рядом видов. То есть, когда как раз где-то после того, как детёныши рождаются, самки несколько раз меняют убежище. Неизвестно, потому ли они их меняют, что прямо вот действительно надо непременно от паразитов избавиться, либо это вот такой вот бонус приятный. Но тем не менее, данная стратегия для нескольких видов летучих мышей в Европе была отмечена. Ну и вот. Ну и краткие итоги. Значит, у нас получается, что формирование фаун эктопаразитов определяется, именно постоянных эктопаразитов, на чём я хотела бы акцентироваться, будет определяться не только филогенетическими, но и экологическими особенностями хозяев, о чём не надо забывать. И численно заражённость будет обусловлена размерными физиологическими и прежде всего размерными физиологическими и поведенческими параметрами. У меня всё. Спасибо. Наши летучие мыши что? Так, ну, слава богу, кровососущие летучие мыши обитают исключительно в Центральной Америке, до нас они не долетают. Наши летучие мыши, вы имеете в виду Палеарктику или Старый Свет в целом? А, конкретно в Новосибирской области все летучие мыши, слава богу, энтомофаги питаются только насекомыми. Тут без вариантов, поэтому бешенство нам, вот я бы всё равно не сказала, что не грозит. Понимаете, если вы на самом деле летучие мыши подставите палец, она вас цапнет. И вероятнее всего, если это будет достаточно крупная мышь, она цапнет до крови. Допускать этого всё-таки нельзя, потому что ряд инфекций, в том числе и какие-то штаммы бешенства, на нашей территории тоже имеют место быть. И более того, если вас интересует, я вам даже статью пришлю, было несколько смертельных случаев на территории бывшего СССР, поэтому на самом деле мы работаем с летучими мышами всё равно в перчатках, никаких укусов стараемся не допускать. Если кусают, сразу палец опускаем в спирт, говорят, что это помогает. Мы в это верим. Прививаться не прививаемся, стараемся не допускать превентивно просто таких вещей. Что хочу сказать, в Польше, например, просто ездила туда на стажировку, там действительно после каждого укуса человек идёт в соответствующее учреждение, ему делают превентивную, да? Там постфактум вводят иммуноглобулины, да, причём у них это принято, это у нас как-то на это смотрят, ну зачем? Там это обязательно. Так, ещё вопросы? Так, тогда я вас прошу. Значит, первое. Вот по поводу, что меня всегда интересовало, вот эти классические истории с чистильщиками. Ну, вот эти, знаете, рывы, чистильщики, эти, значит, птицы, которые набуевывают, и так далее. Что вы по этому поводу нам скажете? Это помогает, это есть какая-то такая эволюция, или это вообще, что называется, легенда из мира животных? Вы имеете в виду, является ли это паразитизмом? Нет, нет, нет. Насколько это эффективно контролирует численность паразитов, заражённых... Грумминг вообще считается эффективным методом контроля численности. И взаимный, и в том числе, да, и с привлечением каких-то, допустим, не симбионтных, конечно, но, скажем так, других организмов. Да, вообще считается, причём более того, грумминг, какой бы ни был, считается одним из наиболее эффективных средств вообще очищения от паразитов. Более того, по своим тварям могу сказать, основная причина смертности кровососок, например, это именно грумминг. Они редко умирают своей смертью. Их счёсывает рано или поздно, мыши их счёсывают в себя. Да, теперь вот по поводу этого ваше утверждение, что, значит, они избегают ситуации, где можно заразиться. Ну, считается так. Вот, вот, нет, вот что, вот, так сказать, самцы отселяются от самок, поскольку, значит, самки более заражены. Одна из версий. Не уверена, но как-то в западной литературе очень вот такая позиция распространена, за неимением своего мнения по данному вопросу, вот, принимая её, вот, трудно сказать, действительно. Причина, может быть, я не знаю, там, какая-то репродуктивная, допускаю, что какая-то другая. А сейчас появляется более низкая зараженность. Может быть, но тем не менее. Вот именно для гиперпаразитов не надо. назову, но реконструкция по вирусам позвоночных, вот такие данные есть. Вот именно по гиперпаразитам, если честно, не вспомню, не попадались мне. Используется для изучения генетики кошачьих вирус фиво, филинная, в общем, вирус иммунодефицита кошек, грубо говоря. А вот он используется. Это не гиперпаразит, это именно вирус данных позвоночных. Так, вот объясните мне, пожалуйста, вот эту историю человеческой, этой, значит, головной и плотяной. Значит, я все-таки не очень понимаю, значит, что тут произошло. Значит, вообще головная на одежде вообще не живет или как? Был один вид, значит, который бегал по человеку и по голове, и по телу, и препятствий никаких не имел. Значит, с выходом человека, значит, климатически уже не очень удобное условие, он вынужден был носить одежду. И вот эти вот две популяции, одна оказавшаяся на голове, вторая на теле, они не имели уже между собой контакта. И начали, а тем не менее, видимо, одежда препятствует. Я сама в шее не имела, не могу сказать. Вот по мнению Китлера контакт прекратился, и это привело к формированию двух независимых подвидов. Чистая географическая изоляция. Ну, я не знаю, честно. А лобковый – это другой вид. Это что, древидивергенция какая-то? Там сильно больше, чем вот плотиная, да? Да, там существенно раньше. Вот у меня же картинка тут есть. И там что, там все-таки экология или география? Не-не-не, дело в том, что лобковую вошь мы переняли от других приматов, от других представителей того же отряда. Там тоже стреглин, кстати, но это стреглин внутри отряда, поэтому я на нем сильно не акцентировалась. Ну, вот он, собственно говоря, у нас здесь тоже нарисован. Вот он, вот она лобковая вошь. Вот она. От других приматов, причем на более ранних, существенно более ранних этапах развития человека. Слушайте, а не может, так сказать, что нам мешает допустить, что это как-то связано с потерей волосяного покрова, с редукцией волосяного покрова, с образованием вот этой самой одежной, нет? Дело в том, что карманьонец уже имел волосяной покров, аналогичный нашему, собственно, мы же тоже карманьонце, если подумать. Вид-то тот же хомосапиенс. Ну, скажем так, процесс уже очень облегчен. Да, скажите, каким образом родные паразиты могут решать селять хозяина или паразиты? Ну, на самом деле количество, что называется, мест на теле хозяина ограничено. И там точно так же существуют, как в любом биоценозе, экологические ниши. Если она уже занята, соответственно, тут внедрение нового вида, я не скажу, что невозможно. На самом деле, как показывают нам инвазивные виды, вполне бывает успешно. Но, между тем, определенные конкурентные взаимоотношения внутри паразитоциноза, как внутри любого подобного сообщества, они имеются. К сожалению, подробнее сказать не могу, поскольку конкуренция внутри паразитоциноза, тем более эктопаразитоциноза, крайне слабо изучена, несмотря на то, что это интереснейшая тема. Но факты, в общем, на сегодняшний день свидетельствуют о том, что временами эта конкуренция очень острая. Кстати, к этому же высказание, что надо охранять паразит. Это зачем? Ну как зачем? Здрасте. Во-первых, почему такая дискриминация? У нас какой вид не есть, пусть даже паразит, если он имеет низкую численность, он нуждается в охране. Почему позвоночных мы охраняем, например, если они крайне редки, а паразитов не охраняем? Нехорошо. Не-не-не, у нас все равноправные. То есть будет невыкотник какой-то дискриминация? Нет, на самом деле сокращение видового разнообразия, оно все-таки негативно. Если вымирает хозяин, вымирают, возможно, сразу несколько его специфичных паразитов. Поэтому понятно, что дело сводится-то прежде всего к охране хозяина. Но и про паразитов забывать тоже нельзя. Но это, слушайте, это отдельная лекция, как-нибудь с этим приеду в другой раз. С возможностями, какие на сегодняшний день существуют там по охране и так далее. Была же это какая-то работа, что если чем больше у вас паразитов в экосистеме, чем больше видов у нас в экосистеме, у вас, значит, это стабильная ситуация. Во-во-во, да. Чего, у тем устойчивая экосистема есть такое. Почему бы нет? Это мне напоминает школьные истории, что волки лажут для того, чтобы отбедать больных олень. Это называется, как-то, парадигма Би-Би-Си. Что в мире нужно и хорошо ухудить. А почему бы нет? Вот, слушайте, самое смешное, что вот такие данные... Данные мне не попадались, но есть данные по вселению енотовидной собаки в Европу. И что вот там на сегодняшний день чудесный был в прошлом году доклад в Турку. Что произошло с ее специфичной фауной. Там смысл в том, что исчезла часть... Ну, там не по экто-тампоэндо паразитам. Там исчезла часть гельминтов, причем прежде всего тех, жизненный цикл которой был завязан в ее анцестральном ареале обитающих грызунов. И появились новые. То есть там такой получился довольно забавный смешанный паразитоциноз. Часть ушла, часть осталась и часть еще пришла новых. То есть вот такая ситуация. Слушайте, допускаю, что и не было таких исследований. Но если вам интересно, постараюсь найти. Не совсем от олива, от хищных, скажем так, да, цистоды. Да, это светлое будущее. Через много-много миллионов лет у человека появится очень много всяких видов. И вот среди прочего некоторые будут паразитическими. И на других непаразитических человеках паразитировать. Пожалуйста, а данные по оленю? Это весной северной оленей или классический тунгровый? Это домашний дикий? Нет, это дикий. Классический тунгровый, а даймос, дитя. А значит, от самого, у других, значит, комбитов, кубитов, кубитов, кубитов? Думаю, что аналогично. Вообще-то данные там как раз, по-моему, по Северной Европе. Я уточню, но, по-моему, это вот... Не, ну, в том плане, что это не Дальний Восток. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Какой-то, пуском, акцент. Что тут? Вот, нашла... Оп, нашла. Все. Продолжение следует.